Всем привет! С вами Наталья и канал Магии Успеха Второй Самопознания. Сегодня предлагаю вновь окунуться в мысли вашего загаданного человека, что же он думает о вас с самого утра. Вариант будет один. Пожалуйста, сосредоточьтесь на том человеке, который вам интересен. Произнесите его имя, дату рождения. Если вы первый раз на моем канале, я приветствую вас. И некая такая подготовка перед раскладом. Это в любом случае желательно вам расслабиться, принять удобное положение. Руки-ноги, пожалуйста, не скрещивайте и отбросьте все ненужные мысли и как можно максимально сосредоточьтесь на том человеке, который вам интересен. Внимательно, пожалуйста, слушайте сигнификацию, описание мужчины, в каких энергиях он сегодня находится, что с ним происходит, посмотрим. Если почувствуете совпадение, откликнется у вас внутри, то продолжайте смотреть. Если нет, в принципе, вы можете данное видео закрыть. Но всегда рекомендую оставаться, потому что расклады на картах Таро, они реально помогают нам прокачивать интуицию. И мы начинаем с каждым разом все больше и больше понимать, где же все-таки наша информация. Не забываем, что это общие расклады. Много говорю, начнем. Итак, какой мужчина, в каких энергиях пришел к нам сегодня загаданный человек? Энергии очень серьезные. Сейчас посмотрим. Энергии мощные. Энергии, с одной стороны, бойкие, и с другой стороны, человек пытается себя сгармонизировать. Противоречивость у него сегодня присутствует однозначно. То он рвется в бой, им обладевает какая-то, знаете, безумная тяга что-то совершать, что-то делать. И такое ощущение, что его изнутри кто-то его подстегивает, поджуживает, да, это его как бы такой внутренний голос. Ну давай, сделай, ну поборись, но ты же можешь, ты же, ты такой человек, в принципе, который можешь абсолютно практически все. Ты можешь кому-то убедить, кому-то что-то сказать, договориться и так далее. И в то же время человек сразу же нападает духом и говорит себе, нет, ты ничего не можешь. Нет, у тебя не хватит сил справиться с какой-то такой ситуацией, которая на сегодняшний день, дорогие друзья, у него реально стоит, ну, в приоритете. И это ситуация не очень положительного характера. С чем-то человек борется. Это может быть борьба реально внутри него самого. То есть я, вот, кстати, здесь еще может такая история пройти, что человек борется с какими-то своими пороками, с какими-то своими привычками. Понимаете, вот идет некая борьба. То есть если человек, ну, к примеру, табакокурение вот прям каждый день там, ну, много, да, употребляет, то он пытается от этой привычки сейчас отвязаться. Но опять, да, я рвусь в бой, а потом я чувствую, что я не уверен в себе. Вот какая-то такая история. Например, здесь привычки могут быть абсолютно разные. Еще раз повторюсь, начиная от переедания и заканчивая, ну, я не знаю, такой шапоголик, допустим, да, что-то такое. То есть вот здесь вот еще может пройти такая история, что сегодня такая энергия у него, знаете, есть какая-то отзлобленность. Вот какой-то негатив, агрессия, и человек пытается из этой агрессии выйти в более спокойное, в более такое спокойное размеренное состояние. Я не знаю, что он для этого делает, но, по крайней мере, попытки у него сегодня есть как-то себя сгармонизировать, перебороть вот этого вот товарища 15-го аркана дьявола, да. То есть его он сегодня прям, ну, над ним пытается взять некий верх, да, то есть искушения, дурные привычки и так далее. Я не вижу здесь, что у человека сегодня какой-то прям творческий потенциал. Вот здесь, кстати, еще может пройти, ну, почему я так говорю, потому что ситуация у всех разная, да. Когда, возможно, у человека что-то подбивает, его тот же внутренний голос, на какой-то нечестный поступок. И он сам же себя останавливает. Нет, ты должен поступить по-другому, найди другое решение. Он очень много думает, он много очень размышляет. Ну, будем надеяться, да, что человек как-то выберется из той агонии, в которой он сегодня находится. Давайте посмотрим, что вообще с человеком сегодня происходит. Давайте полюбопытствуем. С чем все-таки, может быть, нам карты покажут, да, с чем у него сегодня такая вот борьба связана. С чем? Эмоции. Эго свое. Ну, смотрите, дорогие друзья, здесь, возможно, действительно, у него события, вот то, что с ним происходит, пытается сдержать какие-то свои эмоции по отношению к королеве Пентакли. Кто такая королева Пентакли? Это женщина, которая земная, это женщина добрейшей души человек на самом деле, это женщина, которая хранительница домашнего очага, это женщина мама, это женщина жена, это женщина, которая ласковая, нежная. Она всегда поймет, она всегда войдет в положение другого человека, по крайней мере, постарается, если она в положительных энергиях, да, находится, не в минусе. В любом случае, это та женщина, она спокойная. И почему она спокойная? Потому что она не позволяет себе быть какой-то агрессией по одной простой причине, самодостаточность у нее очень высокая. Она себя уважает, у нее есть конкретно самоуважение к себе. Так вот, возможно, это супруга, девочки, может быть, это и вы, я не знаю, кем вы доводитесь загаданному человеку. Даже если вы не являетесь его супругой, может быть, он вас видит, допустим, как свою супругу, да, то есть, ну, опять нужно исходить из той ситуации, в которой вы находитесь, да, какие между вами отношения. Вот здесь у него событие, что с ним сегодня происходит, он проявляет некую, хотел бы, вернее, проявить некую ласку, нежность, какой-то трепет. К девушке, к женщине, которую он считает очень достойной звания женщины. Он ее очень высоко ценит. Очень высоко ценит. Возможно, даже где-то он считает, что она, ну, чуть-чуть, может быть, где-то даже такая, ну, немножко высокомерная. Чуть-чуть, чуть-чуть. Но в любом случае здесь у человека событие радости, по идее, должно быть счастье, но так как у нас вышло в энергиях, что у него идет конкретная борьба, так вот здесь я сейчас могу предположить, скорее всего, человека вашего тянет, очень сильно тянет к некой королеве Пентакли. И он пытается побороть свою страсть к этой женщине, как-то успокоить свой пыл, свой мужской вот этот потенциал. Он пытается его немножко подавить. Пытается немножко подавить. Интересно выходит, конечно, но давайте смотреть все-таки, да, что сегодня думает о вас, загаданный вами мужчина, загаданный вами человек с самого утра. Итак, какие мысли у него были о вас, когда он проснулся, пробудился? Первая мысль о вас какая? Первая мысль о вас какая? Вы для него женщина загадочная, вы для него женщина непонятная. И на сегодня утром у него мысль была такая, что я не понимаю, как мне действовать к этой женщине. Но мне так хочется наполниться, мне так хочется удовлетворить свои же собственные желания, да, вместе с этой девушкой, то бишь девочке с вами. Но, знаете, такое ощущение, что он чувствует себя в некой жертве. У него, скорее всего, на сегодняшний день нет прямой, ну, как бы нет возможности, чтобы прямо к вам действовать. Вот такое вот идет ощущение, да. По девяточке кубков, девочки, я могу сказать, что, ну, у человека такой интерес к вам есть. Однозначно. И, кстати, вот этот интерес, он очень сильно скрывает от кого-то. Он реально может это скрывать. По верховной жрицам. Пытается как-то, чтобы никто даже, как говорится, комар носа не подточил, никто не узнал, да, никто не выводил какую-либо информацию. Почему-то выходит так. Почему-то выходит так. Что еще на вас сегодня, думал, с самого утра? Все-таки интересно выходит, да. С одной стороны, человек как бы желает с вами воссоединиться, да, по девятке кубков. Но опять-таки, да, у него есть к вам эмоции, девочки, да, но такое ощущение, что он больше любит себя в этих отношениях, нежели вас. Ну, дальше посмотрим, конечно, да. Ну, может быть, не прям любит-любит, я, может быть, сейчас громко сказала, да, но, по крайней мере, те эмоции, которые он к вам испытывает, он любит, опять любит, да, ему больше импонирует то, что он ощущает с вами. Вот, понимаете, о чем речь. А на сегодняшнее утро, на сегодняшнее утро, он такое ощущение этого получить не может. Вот, смотрите, Верховная Жрица, это вообще женщина, она очень искусная в плане отношений между мужчиной и женщиной. Она прям, ну, чародейка такая, понимаете, она много чего знает. Она, ну, искусница, будем говорить, в плане любви. А он не может к вам никак вот прям вот с кем-то, в общем, девочки, он не может утром проснуться, а хотелось бы. И он не понимает, как ему все-таки реализовать свое желание по отношению к вам. Хорошо, давайте посмотрим, что человек думал о вас в течение дня. Я, что загаданный вами человек думал о вас в течение дня. В течение дня. Смотрите, так как у нас сегодня выходит энергия, у него очень такой, огромная противоречивость, да, то я хочу двигаться, то я себя успокаиваю, то он с собой борется. Так вот, в течение дня у него была такая история. Он намеренно закрывался от того, чтобы вам не написать сообщение. Он намеренно это делал. Вот у него есть по дьяволу желание как-то проявиться к вам, понимаете. Тут сразу дьявол вышел, первая карта, я не могу это, ну, как бы проигнорировать. В любом случае он сейчас будет играть всю ключевую роль, всего расклада. Поэтому здесь идет такая история. В течение дня он старался себя там нагрузить какими-то заботами, какими-то вопросами, решением каких-то задач и так далее, да, некая многозадачность. Старался от своих мыслей куда-то уйти, задумывался о каких-то своих рабочих процессах. Но, понимаете, несмотря на все это, у него было дикое желание вам написать, проявиться к вам. И человек обратно себя останавливает и закрывается, понимаете. Такое ощущение, что я в жертве нахожусь, и почему это должен я писать. Девочки, если он даже виноват, допустим, в том, что вы на сегодняшний день не общаетесь, к примеру, это не говорит о том, что он не будет себя чувствовать жертвой обстоятельств. Опять-таки, смотрите, исходя из своей ситуации. Но примерно вот такая вот картина выходит, да. То есть человек сегодня старался себя как можно сильнее сжать в тиски и не проявиться к вам. Хорошо. Что человек думал о вас на ночь глядя? Что человек думал о вас перед сном на ночь глядя? Какие ему мысли приходили о вас на ночь глядя? Пустая карта. А почему? Почему? Вот знаете, некая пустота. Знаете, человек, возможно, реально хотел как-то с вами связаться, но посчитал это все пустой тратой времени. Давайте так скажу. Спрашиваю, почему, да. В одной простой причине, скорее всего, опять-таки, по его мнению, между вами поставлена некая точка. То есть смысл. Знаете, такое ощущение? Ну и смысл. И что я ей напишу? И что я ей скажу? Понимаете, какая история? И смысл. Хорошо. А так ли это на самом деле? Раз тут у нас такая картина вырисовывается, давайте посмотрим. Понимаете, он пустуется. Почему его так сегодня, вот его энергия, вот прям в разнос его, да. Он пытается бороться со своим желанием по отношению к вам. И под конец дня он обессиленный, опустошенный. Вообще, знаете, такая прострация. Я не понимаю, что вообще происходит. Я не понимаю, как мне быть. И вообще, я устал. У меня много было забот, у меня было много хлопот. Я еще по работе тут, как говорится, пытался двигаться, решать какие-то еще, отставил какие-то свои интересы, да. И тут вот такая история. И вообще, говорит, у нас все закончено. Давайте спросим. С точки зрения высших сил. А закончены ли действительно между вами отношения? Действительно ли это окончание и продолжение взаимодействия между вами больше не будет? С точки зрения высших сил. Точка между вами или будет продолжение? Ну, вы знаете, а здесь будет зависеть все от женщины. Здесь зависеть будет все от женщины. Если женщина здесь, после того, как пройдет трансформацию, либо она по итогу проявится сама, загаданному человеку, либо же она просто начнет свой новый этап жизни. Здесь будет зависеть все от девушки. То бишь, девочки от вас, кто смотрит сегодня данный расклад. Все в ваших руках. Если вам нужен этот мужчина, тогда, ну, как-то вот что-то будет происходить между вами, да. Вы проявите всю свою сноровку, всю свою где-то хитрость, да. Женскую хитрость, девочки. Это не та хитрость, там, я как-то хочу там человека подставить, либо еще что-то. Нет. Обычная женская какая-то уловка. Обычная женская уловка. Вот эта пауза между вами, она действительно может затянуться по аркану звезда. Может затянуться. Вот почему-то мне здесь больше идет, девочки, что... Такое ощущение, что вы уже потом сами не захотите вообще возвращаться в эти отношения. Ну, мне почему-то так идет. Ну-ка. А вот, допустим, если у вас все-таки точка, да. Не знаю, вот идет из потока, хочется дополнительные вопросы прям задать. Он же там размышляет, да. Вроде бы он как бы и пустуется, да, не понимает, что дальше происходит. Но все-таки давайте спросим. У него вот на подсознании, на подпорке по отношению к вам, он действительно считает, что дальше нет смысла взаимодействия с вами? Что его подсознание говорит о вас? Действительно ли он считает, что отношение невозможно? Девочки, а вот на подсознании у него-то все равно еще сидит такая история, что в принципе, в принципе, поработать над этими отношениями еще можно. Взаимодействие еще возможно. Но опять-таки, да, он должен будет проявиться уже как король жезлов. То есть, это тот человек, который, ну, берет все равно некую ответственность за ту женщину, с которой он общается. И он должен понимать, что он, скорее всего, должен дать уже намного больше, чем будет давать ему женщину. То есть, отдать, ну, как бы отплатить той же монетой, которую девочки вкладывали в него вы. Это время, забота, внимание, ну и так далее, да. Вот его подсознание говорит о том, что в принципе, в принципе, над этими отношениями еще можно поработать. Можно. Потому что у него к вам все равно, девочки, есть желание, страсть. Ему, кстати, действительно, порой может не хватать вашего ресурса. Немножечко ему будет не хватать вашего ресурса. Так что, вот такая вот история. Пока, пока в сегодняшнем дне человек опустошен основательно. Но его подсознание, на подкорке, вот у него в подсознании все равно есть тот момент, что эти отношения еще как-то можно продолжить, повзаимодействовать. С точки зрения высших сил, вот эта молчанка между вами, она реально может затянуться. И вы будете проходить некую трансформацию. То есть, что значит трансформация? Это менять отношения, менять свое мировоззрение по отношению вообще взаимодействия как партнеров, как мужчины и женщины. Понимаете? То есть, у вас здесь реально могут пройти серьезные изменения. И потом уже по итогу... Кстати, вот смотрите, вы вышли королевой жезлов, он король жезлов. Вы, возможно, по его мнению, а может, девочки, по вашему мнению, вы считаете, что вы подходите друг к другу, особенно в интимном плане. У вас вот эта вот любовная связь, она должна быть бомбической. Тут еще и дьявол вышел. Тут еще и вышел дьявол. Не буду говорить, что у вас какие-то кармические отношения. Мы как бы это не рассматривали. Хоть дьявол здесь есть, но это больше сегодня вышло на энергетику вашего загаданного человека, поэтому сегодня не буду распыляться тут про роковые отношения, рассказывать вам. Нет, пока мне сегодня вышла такая, ну, более-менее пара, но у которой есть проблемы. У которой есть проблемы. И ваш мужчина пытается сдерживаться по отношению к вам. Вот такой сегодня получился расклад. Пожалуйста, пишите в комментариях, как с вами резонирует, как проигрывается. Все ваши комментарии читаю. Благодарю вас сердечно за то, что вы уделяете время моему каналу и помогаете моему каналу развиваться. И также благодарю за все ваши теплые слова, которые вы мне адресуете. Я тоже от всей души желаю вам всего самого прекрасного, самого наилучшего. Пусть ваши дни будут всегда наполнены счастьем, радостью и благополучием. Если, девочки, у вас серьезные, очень серьезные ситуации, и вот вы понимаете, что уже край, и нужно бы разобраться в ваших отношениях с загаданным человеком, либо в какой-то вашей другой жизни на важной ситуации, пожалуйста, вы можете обратиться ко мне за личной консультацией. Все контакты вы найдете внизу в описании под видео. Также присоединяйтесь к моему дополнительному телеграм-каналу, где вы найдете много полезной и нужной информации именно по самопознанию и по саморазвитию. И я с вами надолго не прощаюсь. Увидимся в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok